Всем привет! Мы продолжаем сезон 2014 реалити-шоу Мисс Геометрия. Второе испытание – спортивное ориентирование, ради которого мы вместе с участницами отправляемся в санаторий Бузулукский порт. Субтитры создавал DimaTorzok Участницы проекта и съемочная группа приехали в санаторий рано утром. И перед испытанием у девочек был целый день отдыха. Кто-то провел его в домиках, а кто-то отправился на лечебные процедуры. Жанна Гамова выбрала гидромассажную ванну. Ее секрет – в точечном воздействии водных потоков, которые охватывают практически все участки тела. В организме ускоряются обменные процессы, а кровь обогащается кислородом. Бесконтактный гидромассаж обычно используется при реабилитации после травм или операции для снятия болевых синдромов. Отсутствие погружения в воду позволяет исключить большую часть противопоказаний. Отдельного внимания заслуживает пара углекислая ванна. Углекислый газ – натуральный барьер против активных форм кислорода, разрушающих человеческие клетки, снижающих иммунитет и воздействующих на процессы старения. Надежда Чилищева выбрала лимфодренаж. Технология основана на прямом воздействии на лимфатическую систему человека с помощью сжатого воздуха. Из организма выводится лишняя жидкость, активируются рецепторы клеток, отвечающие за расщепление жира. Конечно, классическая финская сауна. Благодаря пониженному уровню влажности высокая температура лучше воспринимается организмом, повышается интенсивность воздействия на организм, при этом нагрузки на сердце и организм в целом ниже, чем в русской бане. СПА-капсула одновременно включает несколько терапевтических эффектов. Инфракрасное излучение и тепловой пар позволяют снять напряжение, избавиться от стресса, улучшить самочувствие. Организм полностью расслабляется, что позволяет ему быстрее восстановиться. Когда я была в СПА, это было, скорее всего, знаешь, как будто я спала очень-очень долго, несмотря на то, что я там была полчаса, я отдохнула, вот действительно, за последнее время очень хорошо, как будто я выспалась, я съездила на курорт, где очень классные эмоции. Запомнился, что это пакет. День испытаний у девочек начинается с йоги. Проект «Йога Бор» существует в санатории уже очень давно. Сегодня с участницами «Мисс Геометрия» работает автор и руководитель этого проекта, постоянный тренер по йоге Алексей Брюховецкий. И вот, наконец, само испытание, в котором каждая из девочек при помощи карты и компаса должна выйти из соснового бора. Но не просто выйти, а найти 10 табличек, каждая из которых пронумерована. А в доказательство того, что все таблички были найдены, возле каждой из них они должны сделать селфи. При выставлении баллов жюри будет учитывать как наличие всех фотографий, так и скорость выполнения. Первые на старте Мария Ларионова и Анна Зорина. Селфи никак не получались, нормально пришлось. Несколько раз, даже не несколько, миллион раз фоткать. У «Сосны желаний» я сфотографировала, как девочки делают селфи, это было очень смешно. Самая лучшая фотография, я считаю, что была, ну, скорее всего, это именно водичка, лес. На мой взгляд, самое интересное – это мой цветок, потому что я его не нашла в поле, а сама его сделала из листочков разных. Да. Все этапы пройдены, мы зарядились солнечной энергией и даже немного отдохнули. Результаты второго испытания вы видите на своих экранах. А за более подробной информацией вы можете обращаться на сайт missgeometria.ru. Всего доброго, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова